Добрый день! Меня зовут Шуров Василий Александрович, я врач-психиатр-нарколог. Более 15 лет я помогаю людям с различными зависимостями. Тема сегодняшнего разговора – веселящий газ, он же закись азота. Закись азота – это средство для наркоза, для ингаляционного наркоза. Оно хранится в баллонах, подается через дыхательный контур пациенту с целью выключения сознания и проведения операций. В чистом виде ни в коем случае не используется, потому что приведет к гипоксии и к смерти – это в смеси с кислородом. Как правило, не менее 20% кислорода используется. Тогда в совокупности с дополнительными препаратами у человека возникает глубокий наркоз, и ему можно проводить различные операции. Этот препарат был открыт в конце 17 века. Практически сразу стал использоваться для анестезии, в частности в стоматологии, и для веселья. Точно так же предлагался в шариках, как и сейчас. И 200 лет назад точно так же люди дышали, веселились, испытывали это чувство опьянения. Особенно в периоды, когда был там сухой закон, алкоголь был под запретом. Вот все с радостью хватались за эти шарики. Точно так же отмечали смертельные случаи передозировки. Но никого это особенно не останавливало. Сейчас это вещество используется около ночных клубов, дискотек. За счет короткосрочного эйфорического эффекта и очень низкой цены пользуется популярностью у подростков. Как правило, подъезжают к клубу люди с баллоном в машине. С этого баллона под давлением газ закачивается в шарики и в шариках продается. Человек делает несколько глубоких вдохов через шарика, ощущает вот это веселье, эйфорию. Причем краткосрочную достаточно. Ну, эффект как от опьянения. Он становится веселый, ему хочется танцевать, двигаться. Он танцует, потом, когда эффект пропадает через несколько минут, он еще делает эти вздохи. Часто бывают передозировки за счет того, что препарат может вызывать тяжелую гипоксию, потерю сознания, судороги. Но это вот надо прямо направленно из шарика дышать, 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 чтобы вытеснить кислород из головного мозга. Тогда произойдет потеря сознания. Можно разбить голову, может быть рвота, судороги. Потребуется вызов скорой помощи. Закись азота попадает через легкие в головной мозг. Возникает эффект гипоксии. Гипоксия у нас всегда сопровождается эйфорией, подъемом настроения. Есть даже люди, которые специально практикуют самоповешение с целью получения этой эйфории. И передавливают себе поступление кислорода в мозг. Эффект очень краткосрочный, потому что это пара вдохов, и практически сразу закись азота выходит из организма. Ну вот человек, что называется, ходит с шариком, прикладывается к нему, веселится. Потом шарик заканчивается, он успокаивается. Если человек жадный и начинает много делать вдохов, думая, что у него эффект усилится, человек может потерять сознание за счет гипоксии, за счет резкого падения кислорода в головном мозге. У него может произойти угнетение дыхания, вплоть до смертельных случаев. Такие случаи нечасты, но они бывают. И как раз в результате закиси азота. Она никак не определяется лабораторно, она практически сразу выходит из организма. Как правило, выясняется история, что человек купил этот шарик, хотел повеселиться, закончилось вот так фатально. Как правило, вот такие способы поднятия настроения являются трамплином к употреблению других наркотиков. Человека убеждают, да, вот это вот медицинский газ, он используется для наркоза, он абсолютно безвреден, давай повеселись. И постепенно формируется определенный стереотип поведения, что вот веселье это возможно только при помощи допингов, каких-то дополнительных веществ, поступающих извне. Вначале человек там дышит газом, применяет алкоголь, потом плавно переходит к наркотикам. Там тоже объясняются, это вот легкие наркотики, это там современные наркотики, это модно, круто, все это делают, это абсолютно безвредно. Человек постепенно втягивается и становится наркоманом. Более того, все эти ингалянты, газы при длительном применении, они просто вызывают так называемый органический синдром. Гипоксия повреждает мозг, у человека нарушается память, нарушается интеллект, он теряет способность учиться, теряет способность коммуницировать с окружающими. То есть возникает серьезная деградация. Вот все любители ингаляции, токсикоманы, они в исходе, в исходе у них слабоумие. Самое опасное, что это подростковый период, мозг должен развиваться, человек в это время его интенсивно травит, и в результате потом получается интеллектуальный дефект, который очень сложно восстановить. Действие закиси азота или веселящего газа очень кратковременное. Не существует специальных тестовых систем для обнаружения. Точно так же вот эта вся эйфорическая симптоматика с возбуждением совсем достаточно быстро уходит вместе с газом из организма. Поэтому определить вот эту зависимость очень сложно. Единственным вариантом является вот если ребенок сам признается, что он это употребляет, дышит, тогда требуется профилактическая работа с ним, предупреждение о том, что серьезно может пострадать мозг, ну и усиленный контроль со стороны родителей. Если вы столкнулись с проблемой, что вот ребенок стал токсикоманом, употребляет эти ингалянты, медицинские газы, это все равно повод прийти к врачу-наркологу, привезти своего ребенка, провести с ним всю необходимую работу, потому что зачастую это первый шаг, это трамплин к употреблению других гораздо более серьезных и тяжелых наркотиков. И даже сама по себе закись азота может являться причиной смерти при определенном неосторожном с ней обращении. Если у вас остались какие-либо вопросы по теме веселящий газ, она же закись азота, звоните на нашу круглосуточную горячую линию, мы вам обязательно поможем. Данное видео снято для сайта странапротивнаркотиков.ру Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова